Всем привет! В этом видео поделюсь рецептом тортика птичье молоко. О нем вы меня очень давно просили. Покажу самый простой вариант приготовления данного торта. Очень просто и достаточно быстро. Для начала отделим белки от желтков. Всего нам понадобится 5 яиц. 4 белка пойдет в суфле, 4 желтка и 1 яйцо пойдет в бисквит. Список необходимых продуктов вы найдете в описании под видео, а также в конце ролика. Все. Белки пока убираем в холодильник и займемся приготовлением бисквита. В миску выливаем подготовленные яйца, добавляем щепотку соли, 3 столовые ложки сахарного песка, это примерно 90 грамм, и взбиваем до белого цвета. Далее к смеси добавляем натуральный экстракт ванили, можно заменить на пол чайной ложки ванилина и 70 грамм просеянной пшеничной муки высшего сорта. Перемешиваем миксером на самых низких оборотах, можно также аккуратно перемешать лопаткой движениями снизу вверх. Далее берем подходящую форму, у меня диаметр формы 26 см, дно я слегка смазала растительным маслом, но лучше использовать пекарскую бумагу. Выливаем в форму смесь для бисквита, разравниваем и отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов на 10 минут. Пока бисквит печется, в миску высыпаем 20 граммов желатина, заливаем 150 мл холодной воды, перемешиваем и оставляем для набухания на 30-40 минут. А тем временем бисквит готов, он должен быть достаточно бледного цвета, готовность можно проверить деревянной шпажкой, проткнув в середине либо с краю. Затем бисквит необходимо полностью остудить. Когда бисквит остыл, а желатин набух, желатин необходимо растопить до жидкого состояния. Сделать это можно в микроволновке короткими импульсами, но я предпочитаю водяную баню. В миску наливаю крутой кипяток, сверху ставлю миску с желатином и при помешивании довожу его до жидкого состояния. На такой водяной бане без кипения он растворяется примерно за 3-5 минут. Желатин пока отставляем в сторону, займемся приготовлением суфле. В миску вливаем 4 охлажденных белка, добавляем щепотку соли, 180 г сахара и хорошо взбиваем до устойчивых пиков. Кстати, вес моих белков составлял 150 г. Яйца для этого тортика я использовала крупные, размер СО, столовая отборная. В середине взбивания добавляем в белки ванильную эссенцию несколько капель и лимонную кислоту на конце чайной ложки. Взбиваем до устойчивых пиков. В отдельную миску вливаем охлажденные сливки для взбивания 150 г. И взбиваем также до густого состояния. В сливки сахар не добавляем. Кстати, если у вас нет сливок или вы не хотите их использовать, можно заменить сливки на 150 г сливочного масла. Оно должно быть размягченным и его также необходимо взбить до бела. Взбитые сливки отправляем во взбитые белки с сахаром и сюда же отправляем растопленный желатин. Желатин должен быть уже чуть-чуть теплый, не горячий. Хорошо все перемешиваем с помощью миксера. Масса сразу же станет довольно жидкой. Это нормально, так и должно быть. Теперь быстренько заливаем эту массу в форму с подготовленным остывшим бисквитом. Будущий тортик отправляем в холодильник для стабилизации. Обычно на это уходит от 2 до 5 часов. Немного суфле не поместилось в форму и я налила просто в обычную мисочку. Также оно застынет в холодильнике. Я вам покажу поближе, как оно выглядит. А теперь приготовим глазурь. В небольшой сотейник добавляем 70 г сливочного масла, 4 столовые ложки сахарного песка и 4-5 столовых ложек жирных сливок. У меня сегодня 33%. На среднем огне доводим смесь до растворения. Затем добавляем 4 столовые ложки какао-порошка. Хорошо перемешиваем. На среднем огне доводим до кипения. Буквально несколько булик и глазурь готова. У меня есть похожий рецепт глазури для тортика, но там я готовила на молоке. И на молоке глазурь застывает немного лучше. Она получается более плотная. Кому интересно, ссылку на тот рецепт я оставлю в описании. А вот так застыло суфле. Прошел 1 час, оно полностью схватилось. Получилось вот такое белое, пористое, очень нежное, буквально как облачко. Так легко оно разрывается. Готовую глазурь помешиваем и остужаем. Она должна быть едва теплая, не горячая. Иначе тортик может расплавиться. Покрываем глазурью застывший торт. Аккуратно распределяем по поверхности. И сразу же отправляем в холодильник для стабилизации. Еще на 1-2 часа. Должна сказать, что данная глазурь на сливках до конца не схватывается. Остается слегка пластичной. И когда вы будете поедать торт, она немного пачкает белый слой. Но зато она более нежная и более вкусная, чем на молоке. Вот такой тортик в итоге получился. Лучше для него, конечно, использовать разъемную форму, если есть. Но из обычной формы он тоже легко извлекается. Если вам понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди еще очень много интересного. Помните, что ваша поддержка очень важна для меня. Поэтому делитесь своим мнением в комментариях. И, конечно же, ставьте лайки. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!